Добро пожаловать в нашу программу Спасибо. Мы поговорим обязательно и о вашей деятельности, о деятельности общины, о людях, которые всячески помогают Украине немного позже. Но сначала мой вопрос будет больше о глобальной ситуации. Я хочу спросить у вас, какое восприятие ситуации в различных ее аспектах, то есть на каком этапе, по вашему мнению, сейчас находится война в Украине? И как, с вашей точки зрения, изменилась ситуация после 24 февраля? Каковы позиции Украины и России в этой войне на сегодняшний день? Прежде всего, я местный политик. Я состою в совете города Филадельфия, так что мои взгляды на самом деле будут исходить только от города Филадельфия, а не от федерального правительства, не от Вашингтона, округа Колумбии и даже не от штата Пенсильвания. Но из того, что я видел, произошло развитие американского взгляда на войну в Украине. Сначала избранные лидеры очень не решались вмешиваться в борьбу, в виде наращивания российской активности на границе. Я думаю, что многие американцы тоже были обеспокоены участием в войне в Украине, потому что они боялись, что она может перерасти в глобальную войну после того, как русские перейдут границу. И по мере того, как поступало больше новостей о разрушениях и жестокости по отношению к невинным людям, а также, откровенно говоря, о сопротивлении украинского народа, многие люди поверили, что это будет очень короткая война, что Россия захватит Украину. Но поскольку Украина продолжала защищать свою землю и свою свободу, это очень вдохновляло людей в Соединенных Штатах. Наша история – это тоже история революции, поэтому со временем американцы стали больше оказывать помощь Украине. Но осталось некое сопротивление. У нас есть люди, которые очень не хотят заниматься глобальными проблемами или глобальными делами из-за пандемии, экономического спада, который происходит в самих Соединенных Штатах. Но я думаю, что в целом, когда Вашингтон, президент Байден и лидеры Конгресса начали активно посылать помощь, это был положительный сигнал. И многие американцы его поддержали. Интересно узнать о людях, которые все еще сомневаются, стоит ли тратить деньги на помощь Украине. И у меня есть несколько вопросов по этому поводу. Я хотела обсудить это несколько позже, но раз уж вы открыли этот вопрос, давайте продолжим в том же духе. И давайте сначала поговорим о политиках. Мы понимаем, что лоббисты, они есть, были и всегда будут в нашей общественной жизни. Но есть же и здравый смысл понимания ситуации. Если для них то, что происходит, это не страшно, то что же вызывает у них этот скептицизм, кроме подозрений в коррупции? Что же делает их скептиками? Это недостаток информации, полноты информации о том, что происходит на самом деле в Украине? Или это просто банально их материальные интересы? Я думаю, что большинство американцев очень поддерживают Украину и народ. Однако их поддержка варьируется. Те, кто против поддержки Украины, я не думаю, что у них неверная информация. Я думаю, что они не чувствуют себя вовлеченными. Они не чувствуют, что то, что происходит в Украине, влияет на них. Так что можно сказать, что это отсутствие беспокойства или эгоизм. Вы можете смотреть на это по-разному. Но я думаю, что они озабочены своими собственными проблемами, и их не интересуют проблемы мира. А мир — это все, что кроме Соединенных Штатов. Я считаю, что есть небольшая группа людей, которые также восприимчивы к дезинформации. Сейчас много дезинформации, направленной на определенных людей через социальные сети и другие источники, достигают своей цели. Но я думаю, что главная проблема в том, что из-за того, что люди справлялись с пандемией ковид, многие потеряли работу, экономика была сложной, они были заблокированы в своих домах и очень недовольны своим правительством. И теперь, когда они видят, что правительство отправляет миллиарды долларов за границу, их это расстраивает. Я думаю, что это основная причина. Но не думаю, что это большая группа, которая выступает против поддержки Украины. Мы с вами говорим о триллионах долларов, которые каждый год для экономики США поступают от правительства. И многие политические аналитики, с которыми я разговаривала, в основном из Европы, да и из Соединенных Штатов Америки, они до сих пор продолжают говорить, что денег предоставляют Украине недостаточно. И что Соединенные Штаты имеют возможность выделять гораздо больше финансов, чтобы остановить войну в Украине. И это даже не сопоставимо по сравнению с той суммой, которая направлялась в Афганистан, да и другие горячие точки на планете. Так почему же до сих пор существуют эти сомнения между разными аналитиками по поводу сумм денег, которые могли бы быть предоставлены правительством Соединенных Штатов? У разных людей разное мнение. Это отражение того, как они смотрят на вещи. Я же думаю, что США должны были быть вовлечены гораздо раньше и более решительным образом. Но я не в Конгрессе. Я просто чувствовал, что мы должны повысить военное присутствие в Украине. Но я настаивал на том, что нам следует ввести гуманитарную бесполетную зону над Украиной гораздо раньше. Но вы знаете, здесь выступили против, потому что боятся, что начнется война, в которую будут вовлечены США. Мне кажется, что мы уже вовлечены, и что нам лучше сразу перейти к делу. И возможно, тогда Россия не пересекла бы границу. Но как в Украину, Афганистан или многие другие страны мира, США отправляют деньги и помощь всегда. Так что они не против помощи Украине конкретно, они просто против отправки ресурсов за пределы Соединенных Штатов. Это своего рода изоляционистская точка зрения. Я же и многие такие же, как я. Мы считаем, что мы не можем существовать в демократии сами по себе. Каждая нация, приверженец к свободе и демократии, должна поддерживать другие нации. Иначе эти нации не смогут противостоять силам тирании. Таким образом, Украина находится в авангарде борьбы за демократию и самоопределение. Это бой, в котором мы физически не участвуем. Ни одного американца не убивают, ни одного американца не бомбят. Так что мы должны сделать все возможное и направить материалы и ресурсы для поддержки народа Украины, который стоит в этой борьбе за всех нас. Вы знаете, это очень интересно с точки зрения внутренней политики Соединенных Штатов, потому что у вас все-таки двухпартийная система. И я помню, что до начала войны, может быть, месяца за два, до того, как все началось, у меня было интервью с Куртом Уокером, спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по Украине. И вот он тогда заверил меня, что даже несмотря на разногласия внутри страны, по внутренним вопросам между демократами и республиканцами, по внешним у них всегда есть единая позиция, особенно что касается Украины. Так сохраняется ли статус-кво между демократами и республиканцами в отношении ситуации в Украине? Или это мнение все-таки как-то изменилось? Потому что в последнее время мы слышим много критики, особенно от представителей республиканской партии. Ну, я не знаю, стоит ли начинать с этого утверждения. Соединенные Штаты — это страна, в которой очень много самых разных мнений, и, главное, люди есть люди, их редко идентифицируют по их политическим преференциям. Но они действительно избирают людей по большей части в этой стране за последние несколько лет. У нас есть люди по обе, именно они выбирают. На сегодняшний день наибольшая активность избирателей среди крайне левых или крайне правых. А вот среди тех, кто посередине, а их как раз большинство, очень неактивное участие в выборах. Они обычно голосуют только тогда, когда дела идут очень плохо или в стране возникает какая-то серьезная проблема. Большинство людей в основном умеренные. Они могут быть республиканцами, они могут быть демократами, они могут быть независимыми. Я думаю, что такая однозначная характеристика сторон несколько неверна. Есть партийные лидеры, и их мнение о ситуации в мире варьируется от человека к человеку. Например, я республиканец. Я считаю, что нам лучше остановить тиранию до того, как она начнется. Таким людям, как я, хотелось бы видеть более четкое и всеобъемлющее участие США в защите Украины. Я верю, что это спасет жизни и действительно избавит от множества осложнений. И причина, по которой некоторые из моих резолюций в поддержку Украины потерпели неудачу в преимущественно демократическом городе, заключается в том, что эти люди очень боятся войны. Я не поддерживаю войну, но она так или иначе грядет. Так что, либо вы предотвратите ее, либо позволите этому произойти. Я считаю, ошибкой позволять ужасным вещам происходить, не сопротивляясь им. Так что некоторые люди могли бы сказать, что это республиканская точка зрения. Но это не так. У людей очень разные взгляды, и люди, которые думают так же, как и я... Кстати, некоторые из них служили в армии, как и я. Так вот, некоторые из них не поддержали мою позицию, хотя некоторые из них демократы, а другие — республиканцы. Я думаю, это просто зависит от того, как вы лично смотрите на мир. Я просто хочу использовать шанс, и пока я общаюсь с представителем политикума Америки, хочу спросить вас о внутренней политической ситуации, потому что для нашей аудитории очень интересно знать не только о войне, ведь эта ситуация внутри политики, политикума Американского влияет и на поле боя у нас здесь в Украине более или менее. Можете ли вы уже сейчас предсказать или сделать какие-то прогнозы на будущие выборы в США? Каким может быть правительство Соединенных Штатов? Каким будет баланс сил между демократами и республиканцами? Потому что мы все больше и больше слышим о следующей волне появления Трампа на политической арене США. Что же происходит в вашей политике? Ну, очень часто люди избираются из-за стечения обстоятельств, а не из-за того, что они говорят или отстаивают. Поэтому, когда среда меняется, люди хотят найти решение и выбирают кого-то. Так Дональд Трамп стал президентом. Так Барак Обама стал президентом. Они оба были неожиданностью. Мало кто ожидал, что они оба станут президентами, но в тех обстоятельствах они оба стали президентами. Это был выбор крайне левого или крайне правого. Я должен уточнить, я не хочу сказать, что люди были неверно истолкованы. Левые означают, что они более либеральны или социалисты. Правые – они более консервативны. Но я думаю, что люди в середине – это самая большая группа избирателей, пусть они демократы или республиканцы, либералы или консерваторы, но они гораздо более умеренные и в центре, и в этот раз они пойдут голосовать. Я думаю, что все сместилось от крайней левого крыла ближе к середине. Такие вещи, как уменьшение финансирования полиции или отказ от ареста людей за насильственные преступления, были популярны несколько лет назад. Сейчас это становится очень непопулярным. Финансовая ответственность становится важной. Но при этом есть понимание, что мы не одиноки в мире. Идея быть изоляционистом обычно находится несколько на дальнем конце политического спектра справа или слева. Но большинство людей сейчас посередине и понимают, что мы живем в глобальной среде. Так что я думаю, что следующий президент Соединенных Штатов, скорее всего, будет менее поляризованным, более склонным работать вместе, больше занимаясь повседневными делами, которые волнуют людей. Я думаю, интересный вопрос, что произойдет с Украиной. Я не думаю, что это будет решение демократической или республиканской партии. Я думаю, что этот вопрос того, как разумно коммуницировать с обществом, чтобы представить им стратегию наилучшего решения для Украины, которая, на мой взгляд, состоит в том, чтобы не было никаких компромиссов касательно территории Украины. Иначе это только поощрить диктаторам нарушать границы и продолжать разрушать правила. Я думаю, эта война должна привести к обеспечению безопасности границ и самоопределению, и показать, что вторжение в чужие страны будет только хуже. Так что думаю, что будет важным моментом, кем бы ни был новый президент, демократ или республиканец, и кто бы не контролировал Палату представителей или Сенат. Я думаю, что будет гораздо больше причин, по которым они захотят положить конец войне. Вопрос в том, каким образом ее закончить, не поощряя жестокость распространения войны, диктатуру, бесчеловечное обращение. Это означает, что необходимо освободить всю территорию Украины. Пусть российские войска полностью выйдут, а затем уже пытаются наладить продуктивные отношения США с Россией, США с Украиной. Но это вопрос национальной политики, им придется заниматься международной политикой. Знаете, следующий вопрос простой, но тем не менее не такой трудный для нашего понимания. Вот я просто озвучу его сейчас. Итак, действительно ли Соединенные Штаты заинтересованы в быстром окончании этой войны? И если да, то чем вы можете объяснить задержки с поставками тяжелого вооружения в Украину? Время от времени. Потому что раз за разом объяснение всегда меняется. Сначала это боязнь эскалации. В следующий раз попытки посчитать, сколько оружия у самих в стране остается, и хватит ли для самих себя, для своей защиты. Ну, а в следующий раз вообще политики отказываются от объяснений. Поэтому возникает вопрос, в чем же причина? Может, она не в том, что показывают или озвучивают по телевизору политики? Может, она гораздо глубже? Так заинтересованы ли Соединенные Штаты в скорейшем окончании этой войны? Ну, я думаю, что политические лидеры и американский народ заинтересованы в скорейшем окончании войны. Вопрос, как это быстро закончить. Как раз то, что мы только что обсуждали. Некоторые люди хотели бы немедленно договориться о прекращении огня, позволить русским сохранить территории, на которых они находятся на данном этапе, и заставить США выйти из этой ситуации. И это быстрый финал. Другие люди тоже хотят быстрого финала. Они хотели бы, чтобы русские немедленно ушли из Украины. Но такой быстрый финал просто маловероятен. Так что, хотя люди и желают быстрого финала, но быстрый конец не может стать оправданием для плохого финала. Уже прорылось много крови. Уже было много страданий. Это не должно быть напрасно. Люди не должны были умирать и страдать, чтобы просто подчиниться и сдаться тому, что уже есть. Мы должны защищать демократию. Если мы не будем драться здесь сегодня, то завтра придется бороться уже где-нибудь еще. Это и есть реальность, и мы должны отстаивать свои позиции там, где мы можем. И потому что потери, которые мы понесли сегодня, будет меньше, чем потери, которые мы можем понести завтра. Так что потерь в Украине уже много. США уже вложили туда много ресурсов. И хоть мы не потеряли ни одного американца в Украине, мы можем потерять жизни в другом месте. Я думаю, что уход из Афганистана – это пример плохого финала, плохого решения, от которого пострадало много людей. Из-за нашего ухода. А наше присутствие принесло много пользы. Так что я думаю, мы хотим, чтобы конец был быстрым, но мы не хотим плохого конца. Поэтому это будет предметом обсуждения, когда мы вступим в президентскую гонку в следующем году. Одним из негативных результатов для Российской Федерации является, собственно говоря, прекращение существования самой Российской Федерации в геополитическом смысле. Я имею в виду распад этой страны на многие маленькие страны, а также вероятность гражданской войны, ведь это широко обсуждается среди аналитиков здесь. Но какие сценарии Соединенные Штаты видят для России, чтобы не спровоцировать других войн на планете? Я имею в виду, что будет лучше для Соединенных Штатов в данной ситуации. Может быть, это и будет объяснение того, почему вы предпочитаете не делать очень уж радикальных движений в отношении России, как вот с тем же тяжелым вооружением. Возможно, это моя субъективная точка зрения, но все же. Ну, я не очень квалифицирован, чтобы отвечать на такой вопрос. Я просто хочу, чтобы ваша аудитория помнила, что я член Городского Совета Филадельфии. Я не в Вашингтоне. Я не сенатор Соединенных Штатов, не президент или кто-нибудь еще в этом роде. Но, чтобы ответить на Ваш вопрос, я знаю, что Соединенные Штаты имеют обязанности перед странами НАТО. Эти страны очень обеспокоены агрессией России по отношению к Украине. Это всех нервирует, заставляет колебаться, заставляет готовиться. С другой стороны мира, есть много опасений, чтобы Россия не вторглась в их страны, не повлияла на их правительство, чтобы воспользоваться их природными ресурсами и другими благами, которые у них есть. Как только Россия проявит агрессию, вторгаясь в другие границы, все очень нервничают, ожидая, что будут делать Соединенные Штаты. Я думаю, что сейчас, если Ваши зрители не знали, мы как общество переживаем внутреннее потрясение. США прямо сейчас борются внутри собственного общества, зато являются ли Соединенные Штаты хорошей страной или плохой страной. Проблема для Украины вот в чем. Когда люди говорят, что США плохая страна, она полна несправедливости, расизма и тому подобного, то, по сути, это означает, что США вообще не должны вмешиваться в ситуации в мире. У нас нет возможности, нет прав, нет ответственности защищать другие народы, беспокоиться, если на них нападают, потому что мы сами нехорошая страна. Если же США считают себя хорошей страной, тогда они несут ответственность перед людьми, на которых нападают, потому что мы должны стоять за свободные нации. США, благословленные миром и просветанием, должны встать на защиту стран в момент их слабости. Это интересная позиция. Спасибо за то, что честно рассказали о ней. Но есть еще один момент, не совсем понятный для нас, опять же, здесь, в Украине. И это я у вас спрошу. Вот, хоть вы и не в большой политике, но мы слышим здесь часто об тотальной изоляции России, о создании суда для военных преступников и о будущем, когда Россия уже не будет играть такой огромной роли на геополитической арене. И мы много слышали также о том, что российская экономика терпит крах, разрушается, ну и так далее. Но пока что реальность преподносит нам сюрпризы из различных информационных площадок. Мы слышим часто информацию, совершенно противоположную тому, что мы ожидаем увидеть в реальной жизни. Почему так? Почему на словах мы это слышим, а на деле все еще сильно? Все еще есть деловые связи с некоторыми странами у России, все еще есть деньги, чтобы вливать их в оружие и продолжать войну в Украине. Да и экономика все еще как бы в норме. Из того, что мы слышим от русских. Как вы думаете, в чем же причина? Ну, я думаю, это типично и как обычно. Другими словами, допустим, есть страна, которая осуждает Россию, хочет ввести эмбарго или сблокировать определенные позиции России в знак протеста за ее плохие действия. Но сделав это, есть много торговых и коммерческих интересов, приватные, общественные потребности, которые удовлетворяются за счет природных ресурсов, газа и нефти. И сотрудничество между богатыми корпорациями и богатыми людьми продолжается. Однако речь в основном идет о Путине и его окружении. У меня нет желания, я не думаю, что люди хотят, чтобы простые русские люди страдали. Так, торговля, которая продолжается, чтобы у людей было электричество и еда, чтобы они продолжали зарабатывать деньги и строить свое будущее. К тому, если правительства честны, если они действительно хотят нанести сокрушительный удар по российской экономике, то они должны об этом сказать. А если они хотят каких-то символических действий, которые имеют символический эффект, тогда они должны об этом сказать. Я думаю, что причина Путаницы заключается в отсутствии честности и отсутствии ясности. Я понимаю, что давайте поговорим о гражданском обществе, за которым мы наблюдаем с начала войны. Такова роль украинской диаспоры, особенно в Соединенных Штатах и в Канаде. В Канаде, кстати, она всегда была очень сильна, а вот в Соединенных Штатах она очень набирает вес сейчас и проявляет огромную активность. Так какую же роль гражданское общество Америки играет во влиянии на своих политиков относительно поддержки Украины? И какие веские аргументы им стоит сейчас использовать, чтобы сделать это влияние намного сильнее? Украинская диаспора, я думаю, сыграла очень важную роль в информировании американской общественности о том, что происходит в Украине. У нас, например, здесь, в Филадельфии, очень большая украинская община. Они приехали сюда в 1930-х, 40-х годах, когда было много, как вы знаете, голода, который украинский народ погрузил в Советский Союз, русские. что-то они наблюдают за тем, что происходит в Украине, и они объясняют большую часть истории, жестокость таким людям, как я, здесь, в нашем местном правительстве, правительстве штата и федеральном правительстве. И поскольку они имеют контакты с другими народами, особенно с поляками, литовцами, белорусами, узбекистанцами, грузинами и другими, они создают коалицию поддержки общих ценностей. Мой отец родился в Корее. Я имею в виду, что мой отец родился в Китае, но он кореец, семья которого бежала из-за японской оккупации, затем Второй мировой войны, а затем войны в Корее. Итак, он приехал в Филадельфию в 1953 году. Как корейские американцы мы хорошо знакомы с жестокостью, вторжением и фактом, как Соединенные Штаты пришли на помощь корейцам и как страна была разделена пополам между Югом и Севером. Если бы не вмешательство других стран и поддержка, мы все были бы в коммунистической диктатуре перед лицом голода. Без уровня свободы у вас не может быть самоопределения, у вас не может быть экономического процветания или других вещей, которые дают людям возможность жить полной жизнью. Но эти вещи не бесплатны, за них борются. Мы можем сказать, что Бог дал нам свободу, но человек дает нам тиранию. На самом деле, этот короткий период в истории, когда у людей была демократия, в основном сильные пожирали слабых. Каков путь природы, и так мы, как люди, и присоединяемся к украинской диаспоре здесь, в Соединенных Штатах. С одной стороны, у вас есть украинская диаспора и сообщество других народов, которые поддерживают Украину. Но у вас в Америке также есть и люди с пророссийскими настроениями. А как обстоят дела в Филадельфии, например? И что же это за люди? Кто они? Откуда они получают информацию? Если мы знаем, что многие каналы телевизионные из России и российской пропаганды отключены. Но все же, много ли в Филадельфии людей с пророссийской позицией? Я бы сказал, что в Филадельфии люди обеспокоены и в подавляющем большинстве проукраински настроены. Есть люди, которые настроены пророссийски. У них такая идеология с самого начала. У нас есть русскоязычное население, состоящее из людей 15 разных национальностей. Многие из Украины, некоторые из России. Но я так и не видел значительного количества людей, выступающих за Россию и против Украины. Хотела бы еще немножко узнать детальней об общественности в Филадельфии, зная, что вы принимаете участие или даже являетесь инициатором всей этой деятельности, активности и поддержки Украины. Расскажите, пожалуйста, немного больше. Вы только что объяснили, почему вам так близка Украина через призму истории вашей семьи и через то, что вы понимаете эти исторические процессы. Так чем же занимается сообщество в Филадельфии? Итак, я избранный представляю всех жителей моего города. У нас в Филадельфии более полутора миллиона человек, и я являюсь одним из 17 членов Совета. Мы законодательная власть. А еще у нас есть мэр, который является нашим боссом. И все вместе мы предоставляем основные услуги городу. От общественной безопасности до ухода за дорогами, обеспечивания и финансирования услуг. Это означает, что мы облагаем налогом жителей. Конечно, люди хотят видеть хороший сервис за свои налоги. Поэтому я тот, кто бросает вызов нашему городскому правительству, потому что я не думаю, что мы справляемся со своей работой во многих отношениях. Я думаю, что мы перегружаем людей налогами. И я нахожусь в политическом меньшинстве в этом городе, но я отстаиваю разные интересы, в основном для людей, у которых нет представительства. Как избранный представитель, я максимально вовлечен, потому что в Филадельфии проживает много разных людей. Есть люди, которые не говорят по-английски, они говорят по-испански или говорят по-китайски, или они могут быть выходцами из Гаити, Ямайки, Нигерии. Я обычно хожу на все их мероприятия. Они приглашают всех политиков, обычно прихожу только я. Так что на протяжении многих лет я общаюсь с людьми из разных стран. И как член Совета я организовал круглый стол для русскоязычных, потому что все они живут практически в одной и той же части Филадельфии. У них у всех одинаковое желание. Они хотят безопасного общества, чистоты, хороших школ. Знаете, у них очень похожие ценности. Но когда они по отдельности, их голос слабеет. Когда они вместе, их голос сильнее. Так что я считаю, что люди из Украины, люди, которые мигрируют из других стран Соединенные Штаты, имеют одинаковое ожидание. Они ждут справедливости, уважения. Они не хотят, чтобы их высмеивали из-за их акцента или из-за того, что они не говорят по-английски. Я юрист по профессии, поэтому я считаю, что закон должен быть справедлив ко всем. А это значит, что и само правительство должно подчиняться закону. Вы были инициатором, если я не ошибаюсь, награждения президента Зеленского медалью свободы от Филадельфии. Ну, это немного преувеличение. Я подал резолюцию с просьбой, чтобы Национальный Конституционный Центр рассмотрел кандидатуру президента Зеленского на медаль свободы. И, по сути, они это сделали. Во всяком случае, я ее подал в резолюцию. А в Национальном Центре Конституции вручили медаль президенту Зеленскому. Когда мы говорим о множестве групп, которые могут повлиять на скорейшее прекращение войны, мы говорим о политиках, об обычных людях, о диаспоре, об экспертах. Теперь вот и о нашем президенте. Но давайте же не будем забывать и об украинском народе, и, главное, об украинских вооруженных силах. Ведь только вместе мы сможем добиться победы. Победы цивилизованного и демократического мира. Но я понимаю, что вы, как политик, наверняка амбициозен. И наверняка у вас когда-нибудь будет шанс быть не только политиком, представляющим местные интересы, но и выступать от имени правительства Соединенных Штатов. Надеюсь на это, потому что у вас есть своя четкая позиция. Итак, давайте посмотрим в ближайшее будущее, если у вас действительно есть такие амбиции. Так когда вы будете политиком, представляющим интересы всей страны? Какое будущее Украины вы видите в большой геополитике? Спасибо за этот отличный комплимент. Я на самом деле не амбициозен. Я тот, кто не хочет сидеть и ничего не делать. Я был членом Совета здесь, в Филадельфии, вот уже 11 лет, и собираюсь баллотироваться на пост мэра. Я не собираюсь ехать в Вашингтон. Я хочу служить своему городу. У нас здесь много проблем, и я чувствую, что политика и природа политики помешали разумным людям внести глубокие изменения для улучшения услуг именно здесь. Но мэр города имеет и значительное влияние даже в Вашингтоне. Ну, я скажу, мэр может, но не делает. Если бы я был мэром, я бы занимался вопросами мировой экономики на благо своего города и давал бы возможность людям из разных уголков мира, включая нашу украинскую диаспору, более активно участвовать в активности за пределами страны, предоставлять им больше возможностей, экономических возможностей, принести пользу стране и народу, истоками которого они являются. Я думаю, нужно не использовать других людей, а получать взаимную выгоду. И я думаю, что это возможно. Если у меня две ложки, у тебя две вилки, я даю тебе ложку вместо вилки. Мы получили взаимную выгоду. На мой взгляд, нет причин, по которым одна сторона должна причинять вред другой стороне. Я мог бы купить вилку или обменять на вилку, но я не имею права отбирать вилку. Это приводит ко многим проблемам. Вот почему я совершенно не согласен с тем, что Путин вторгся в Украину. Но как мэр, я хотел бы расширить возможности жителей этого города. Это открывает много новых способов, которыми люди могут внести свой вклад в наше общество, а также принести пользу себе и своим будущим поколениям. Люди, которые голосуют за меня, также голосуют за президента. Так что у нас есть способ быть влиятельным. Я думаю, что мой город, если бы я был мэром, занимался бы восстановлением Украины, помогал бы решать проблемы, предлагать решения. Это способ для филадельфийцев не только внести свой вклад в мировые блага, но и получить работу и привлечь инвестиции. Я уверен, что люди в Украине хотели бы внести свой вклад в Филадельфию, привнести свою культуру, свою кухню, свои взгляды. У нас может быть культурный обмен. Мы можем вместе работать над многими вещами, например, в сфере экономики и креативного искусства. У нас могут быть спортивные мероприятия. Но чем больше мы путешествуем туда и обратно, тем больше наших долларов оказывается в Украине, и тем больше ваших долларов оказывается в Филадельфии. Поэтому я думаю, что есть много способов расти вместе. Что ж, спасибо вам за этот оптимистичный взгляд в будущее, за поддержку. Я думаю, что не случайно у нас одинаковый цвет флага. Я была в Филадельфии и знаю об этом, потому что когда впервые увидела, подумала, что это украинские флаги, ну а потом мне объяснили, что это флаг Филадельфии, жовто-блокитный. Так что это все не случайно. Поэтому давайте поддерживать связь и вместе делать нашу работу как можно эффективнее. Большое спасибо за это интервью. Большое спасибо. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Оставайтесь с нами. Большое спасибо.